Сегодня мы поговорим об объектах первого класса. Вы уверены, что на самом деле знаете, что это такое? Я думаю, что гарантированно нет. Итак, давайте посмотрим, что представляет большинство, что это такое. Ну, во-первых, если открыть абсолютно любой учебник и все последующие, будут примерно одни и те же примеры и один и тот же текст, который я бы назвал полной безграмотной чушью. Больше ничего здесь не скажешь. По одной простой причине, что то, что здесь написано, да, единственное правильное, что здесь написано, это как это может выглядеть. Тогда я для вас открою сейчас код и спрошу у вас. Ребят, вот здесь есть точно объекты первого класса. Открываем документацию и видим работу объектов первого класса. Функции здесь нет. Вернее, вот если возьмем, вот эта функция есть, а вся работа идет с классами. При этом в большинстве своем, в большинстве своем, в большинстве своем мы увидим такую вещь. То есть, люди говорят о чем? О функциях, функциях первого класса. Отлично. Тогда давайте я открою для вас код и покажу, вот что сделал Михаил. Да? Обратите внимание на такие вещи. Вот в таких вот учебниках это описано для новичка, при этом написано, наверное, для того, чтобы чего-нибудь написать, не более того. Теперь откроем работу Михаила. Обратите внимание, я не сказал в названии функции первого класса. Я сказал объекты первого класса. И поставил задачу Михаилу показать. Михаил показывает на основе модели Django, и он абсолютно прав. Так как, если взять язык программирования Python и другой язык, любой, сиподобный, то функция, метод, класс, экземпляр будут объектами первого класса. Иначе в языке делать нечего. Так что получается? Единственное, что правильно в тех учебниках, это по сути дела сами формулировки. Сами формулировки были придуманы, наверное, в году 67. Видим размышления Михаила. Вот модель Django. Класс модели Django наследуется от базового класса модель. Ну и дальше описываешь почему. Показывает очень простой пример. Менеджер как раз для Михаила будет дальнейшая задача. Потому что на самом деле это огромнейшая тема. Итак. Object. PageObject. Al. Иными словами модель. Менеджер. Метод. И вот что извлекается. Для примера. Секундочку. Дальше идет очень правильная формулировка. Объект ссылается на значение класса кересет в выборке, который реализован как список, где хранятся значения объектов, экземпляров модели. Смотрите. Правильная интерпретация слов. Объекты первого класса может быть сохранены переменные структуры данных. В данном случае вот это произведено. Скажите пожалуйста. А кто из вас изучая язык понимает вот это? Это закон. На сегодняшний день это закон программирования, который дает нам возможность писать код правильно на основании этого закона. Поэтому вот эти переписки, которые есть, прекрасно почитать. И уместить полстраницы, я думаю, страниц 300 можно только затронуть, ну процентов 20, чтобы рассказать об объектах первого класса. К чему я это говорю? Да не знает народ ничего. По одной простой причине. Потому что не понимает язык. Обучая по своей системе программирования, я человека отправляю то, все, плюс, плюс в разные языки. На самом деле, когда в основе мы понимаем, что лежит функциональный объект, и если, допустим, мы откроем учебник, который когда-то давно писал Гвидовам Росум, который навряд ли читают вообще большинство людей, я считаю это вообще лучшим учебником по Python. И вот мы открываем, например, классы. Нас интересует здесь всего одна фраза, которую навряд ли человек когда-то увидит, если вот он не посмотрит это видео. Начнем правильно читать этот учебник. Здесь огромное значение имеют сами слова, их смысл. Мы здесь найдем такие понятия, как объект функции и функциональный объект. Именно таким образом я учу своих учеников. Потому что, когда мы приходим, например, с C++, и начинаем разбираться, что такое C-подобность, которая и реализована как раз-таки в других языках программирования всех современных C-подобных языка, то оказывается, картина совсем иная, в отличие от того, что мы видим, да, вот в каких-то учебниках. И вот мы видим грамотное объяснение Михаила, которое показывает конкретно на практике. Объект первого класса может быть передан в функцию как аргумент. Нетрудно сходить сюда, где он ходил, да, и увидел исходный код, куда передает. Функция GetKeyReset – это ту, которую мы сейчас смотрели. В школе мы разбираемся с исходным кодом и документацией. Именно из исходного кода понятно, что это объект первого класса. И понятно сразу, как писать код. Правильно, из этого исходного кода и была составлена документация. Все вопросы моментально исчезают. Функция GetKeyReset принимает объект класс Page в качестве аргумента и возвращает экземпляр кересет. Или объект экземпляра Manager. Все верно. Все проверено. Объект класс Page передается как аргумент. Объектом первого класса может быть возвращен из функции как результат. А именно из функции GetKeyReset. Возвращаясь как результат, применяя метод I. Вернуть все. Пожалуйста, результат. Вот таким образом человек действительно будет писать код. Потому что он понимает, о чем говорит, и что лежит в основе. Такого уровня объяснения Михаил достиг за четыре с половиной или пять месяцев. Индивидуальной работы. Шаг за шагом. И вот здесь я вижу результат, который меня начинает устраивать. Потому что я вижу, что Михаил берет реальный код и показывает, как работает закон объектов первого класса. На практике. Разъясняя. Ведь очевидно, именно этим законом здесь надо руководствоваться, чтобы написать свой собственный код. Для этого не надо ничего копировать. Но мы пойдем, я думаю, дальше. Например, будут смотреть некоторые товарищи и скажут, я ничего не понял. Ребят, вам сюда. Вот тут вам будет понятно. Прочитали, через пять минут забыли. А я, наверное, сказал, что Михаил к этому шел пять месяцев. Поэтому видео это больше для участников школы. А те, кто случайно зашел, смотрите, а, например, взять... Я сейчас посмотрю видео, и все. И пойду программировать. Не, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Никуда вы не пойдете, а пойдете читать дальше муть, и через год будет то же самое, через два. Потом когда-нибудь остановитесь, и когда начнете разбираться хотя бы в мизере, чем отличается функция от функционального объекта, и почему класс, метод, экземпляр, это функциональные объекты, откуда ноги растут, и все проще. Смотришь ты, чего-нибудь тогда и начнешь шевелиться в голове и в коде. Михаил, а вот дальше мы с вами пойдем еще дальше. Все это банально просто. Если зайти в исходный код, то здесь можно интересные вещи увидеть, которые явно дают ответ, что тема эта намного шире. Вот мы смотрим самую часто используемую функцию GetObjectR404 в Django. Я беру эту функцию, она сбитая в моих уроках, потому что это самый часто применяемый стиль кода в любой библиотеке и абсолютно в любом языке программирования, независимо от языка. Везде будет работать примерно одинаково. Не примерно, а одинаково, только своим синтезом. Так вот, Михаил, если мы посмотрим вот здесь чуть ниже, сейчас мы кое-что посмотрим. Функция GetCureset, которую мы наблюдаем вот здесь, Cureset присвоено значение GetCureset. То есть мы смогли функцию присвоить переменной. Дальше уже прямо в коде начинает работать, да? То есть начинает работать каким образом? С атрибутами и как атрибуты? Вот здесь та тема, которую надо понимать, где лежит именно высший пилотаж. Миш, чтобы вы меня поняли, куда дальше расти, если взять объект первого класса, сейчас я покажу пример объект первого класса, то по сути дела это значение. Потом если вы ответите на вопрос, а что же такое атрибут, то в принципе у вас в голове должно все выровняться. Теперь давайте посмотрим более простой пример. Такой. У нас в какой-то момент должен обязательно появиться функциональный объект. Возьмем самый простейший класс, который вообще ничего не делает. Имеет один метод без инис, без ничего. Пусть будет здесь один позиционный параметр и пусть присвоим значение 5 и вернем. класс у нас отработает нормально. Теперь, Миш, смотрите. Давайте мы сначала сделаем вот так. Будем создавать экземпляр неполноценно. Нам придется сделать вот так. Мы увидели, что наш экземпляр в данном случае является уже, если с памяти, атрибутом класса А, тобер значением. хорошо. Давайте сделаем как положено. Покажем, что класс это у нас функциональный объект. Теперь мы четко увидели память, увидели то же самое, да? вот здесь мы еще кое-что сделаем. Вот здесь мы добавим одну ячейку и посмотрим, что же произойдет. Пайтон пока не понимает. Он просто указывает, что это связанный метод, метод конкретного класса А, где класс А и есть атрибут, то есть он показывает, что я могу оперировать значениями. Теперь давайте попробуем посмотреть правильно ли, что он выведет вообще. Вывел то же самое. Это нормально. Теперь давайте еще раз проверим, попробуем понять, подчиняется ли он закону какому-то, который мы с вами как раз рассматриваем объекты первого класса. Так, все верно. Мы присвоили значение, получили тот же адрес. Получается экземпляр класса тоже работает как объект первого класса. но вот тут начинается интересная вещь. То есть у нас есть класс, а нас интересует только возврат. Хорошо. теперь мы сделаем следующим образом. Укажем. Внимание, все это время мне питон врал. Он пишет. Пишет почему? Потому что bound метод. На самом деле это не метод, это функция. В данном случае я не писал метод. Но так как я поставил необязательный позиционный параметр, то сейчас r принято за self. Поэтому он и посчитал, что это метод. Попробуем сделать дальше интересную вещь. Возьмем для начала класс B. Давайте прежде чем вернуться, вот эту ячейку пустой оставим, потом продолжим. Возьмем класс B. И на данный момент мы эту роскошь уберем. Иными словами, тут должен быть self. Ссылка на экземпляр класса. Но мы решим возможности и пропишем явно, что это функция. Класс отработал прекрасно. Сначала мы возьмем не будем ставить показывать, что это функциональный объект. Все у нас вроде бы нормально. Ага. Сейчас он четко определил, что это функция. И там было функция, я писал, просто я self забыл, будем считать так, но так как я размышлял, что у меня будет обязательно позиционный параметр r, а про self я просто забыл. Поэтому за self было принято именно r, потому что он стоит первым параметром и будет передаваться как первый аргумент вместо self. А вот здесь я уже попробую сделать интересную вещь. Сначала вернусь сюда. И что я хочу сделать? А я хочу сделать следующее. Сначала я хочу вывести результат. В данном случае мы это уже проделали. Здесь результата не будет, потому что мы видим только память. Теперь я укажу, что это функциональный объект. Я получу значение 5, что соответствует тому, что я указал. Верно. Все правильно. В данном случае если я попробую дальше сделать так. плюс 5. Выведу. Ага. Я получаю исключение. То есть метод и число никак нельзя сложить. Иными словами не получается действия идти копай плюс 7. Ну по-человечески вроде бы поняли. Не получается. По одной простой причине что вроде бы язык определил, что это метод. Но мы видим, что он не оперирует этим значением. да это сейчас атрибут, но в данном случае питон не может определить потому что не выполнено правило объекта первого класса. Давайте попробуем сделать немножко по-другому. А2 присвоим значение Аферст. Вот так. теперь А2 плюс 5. Получаем 10. Все прекрасно заработало. В данный момент работает только эта часть конструкции, только возврат. И здесь появляется куча что да почему в работе с атрибутами. Вся магия заключалась вполне понятно, что когда мы четко определили, что такое функциональный объект, то есть что это функциональный объект, он понял, что он может быть объектом первого класса. Но в данном случае давайте попробуем теперь но ранее в случае когда мы делали давайте еще раз попытаемся это проделать, чтобы не упустить этот момент. Где у нас 10? Вот здесь создадим ячейку и сделаем вот так. Ну пусть будет 25. 30. Отработал. Миш, так вот я у вас и спрашиваю. Есть ли объект первого класса это значение? Вам стоит ответить атрибут. Вы отвечали что это, да? в данном случае стоит разделить в мозгах вот эту конструкцию и вот эту но в любом случае и так и так посчитало. только появляется вопрос понимания использования в коде. Давайте посмотрим, сейчас откроем Django и мы даже эти примеры увидим сейчас. Вот они. Вот они. Вот они. Пожалуйста. Живые, да? Живые. Поэтому вот эта тема объекта первого класса стоит ее понимать настолько досконально то, что Михаил вы проделали это прекрасно. Прекрасно то, что вы провели параллель с реальным кодом модели показали на классах, указали о функциональном объекте и показали вот как оно работает на практике. Но тема намного глубже. Намного. закончим наше исследование короткое и попробуем сделать это здесь. В данном случае у нас получается класс и это функция. мы видим что он определил что это функция потому что просто в данный момент про self мы забыли например или написали тупо функцию а больше нам ничего и не надо. почему давайте пройдем дальше попробуем сначала b first прибавить 40 отлично действительно догадался язык слава богу он нам говорит что функцию и число сложить нельзя то и было это пока за вас Михаил не взялся нельзя как возьмется так все можно будет хорошо давай мы тебе укажем что это действительно функция и мы не шутим плюс 45 посчитал отлично 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 только что что-то у меня в голове не вяжется некий маленький некая маленькая вещь а что сейчас я подумаю как это показать усложнить усложнить чуть-чуть чуть-чуть усложнить пусть у нас будет класс C здесь допишем еще один метод слава может по у у лох он слава и белый лох и он и он об он слава rogen так нет мы сельф вообще уберем пока чтобы хотя бы получить это исключение так у нас получается это вот так а здесь m присвоим 142 здесь у нас есть переменные а m присвоим ну сейчас не будет времени на все это ага так хорошо функция функция все все верно так стоп нет мы назад все вернем сильно он у нас быстро вот так так пока вроде все и работает и все это здорово так так ну получили тоже исключение все правильно тут тут тоже все правильно ну что ж тогда сделаем немножко по другому сделаем теперь правильно ведь пока пайтом только оценивал мы должны по сути дела сразу получить исключение правильно хорошо мы усложним задачу ему пусть у нас это будет тво твое метод твое метод и далее сделаем вот так указывать отлично z потянулся из наследования пусть у нас будет некое число один так связанный метод мобжект понятно отлично один позиционный аргумент не передан фирст вполне возможно у нас есть здесь функция фирст давайте попробуем так испытать его испытать ради интереса вот что будет не получается логично попробуем сделать вот так работало одиннадцать давайте смотреть откуда ноги растут пять плюс ну вот и разберетесь вполне понятно что это начальное значение класса но ведь мы могли же поступить коварнее z далее определить здесь ну так просто если мы сейчас попробуем здесь кое-что удалить посмотреть все-таки явное исключение то здесь мы видим что в мтво потому что здесь единицу мы поставили мтво то есть фирст именно вот этот у нас отсутствует если еще при помощи сутона понять что там за значения хранятся ну и оно и так понятно в данном случае вполне очевидно что это фирст давайте мы немножко по-другому сделаем вот это у нас наследуется здесь присвоим фирс 2 и так далее где-то так все картина резко поменялась так так сейчас посмотрим но колабл здесь все фирст правильно он запрашивает только откуда ноги растут то есть фирст действительно был именно нашей функции потому что по одной простой причине что ее сейчас просто мы не наблюдаем да не понимая что это такое то что вы написали вы молодец это прекрасно для того чтобы показать разобраться на самом деле даже в памяти эту ересь не надо держать вы грамотно написали чтобы это нужно для объяснения просто посмотрите немножко по-другому может быть сохранен в переменных или структурах данных как значение может быть передан функцию как аргумент аргумент это всегда значение может быть вызван возвращенный с функцией как результат это тоже значение по сути дела здесь речь идет ну не буду это уже вдаваться потому что чтобы не путать вот теперь стоит вопрос то есть если посмотреть на объекты первого класса и связь с атрибутами то тут получаются интересные вещи сначала надо понять что такое объект первого класса потом ответить на вопрос который вы уже отвечали не раз что такое атрибут по сути дела дальше просто ориентироваться на сам закон объекта первого класса на самого значения и ставить всегда один и тот же вопрос как получить значение всего ли что и слов то много не надо но молодчина но будем считать что это первый шаг первый шаг вот к этой вот большой теме объекты первого класса сейчас хотелось бы увидеть дальнейшее развитие связанное с атрибутами потому что там очень много нюансов я даже навскидку вот так с головы что придумывал показал вам да вот эти все совершенно простые вещи где четко выпирает все хорошо разбираться как Михаил то все банально просто две секунды и об этом расскажу спб спб-тут.ру желательно иметь доступ в школе лучше покупать с devhackers потому что либо уроки чтобы джанго смотреть уроки и все далее плюс индивидуальное обучение а сейчас Михаил работает над проектом где основной целью является что в первую очередь разработка собственного приложения Flutter Dark Togo Python серверной частью и начали мы вот эти вопросы задавать сейчас объясню почему для того чтобы разработать более серьезный код понятно что первый шаг это разработать свой продукт это самое простое на этом пути то есть разработать серверную часть например на джанго написать разобраться то что мы и дальше делаем джанго res free work и написать допустим мобильное приложение там на Flutter либо заменить там на Kotlin это не имеет значения а вот дальше начинаются интересные вещи ведь можно много чего встроить и поэтому я сделал раздел программе launch и дал ребятам каждому тематику кому-то объекты первого класса попались как Михаилу кому-то объекты высшего порядка кому-то например катикл беки риме гетеры сетеры и так далее в данном случае все вполне понятно перед тем как переходить к методике быстрого освоения джанго хотя Миша и с этим заданием уже справился ну то что было задано вот эти знания ему помогают работать джанго самой джанго он тоже справился тоже если посмотреть на DevHackers на DevHackers ему был вопрос по разобрать четырех ситуаций URL в принципе неплохо но тут стоит продолжение я эту тему сейчас трогать не буду по одной простой причине что это надо написать приложение в данном случае он рассказывал get absolute URL вижу в шаблонах нам еще надо конечно представление описал все правильно в качестве параметра принимая ссылку на объект экземпляр модели возвращая строку для ссылки на объект если хотим использовать тек URL то используем функцию reverse принимает в качестве параметра имя шаблона namespace или вызываем функцию представления значение словаря и так далее по сути дела дальше просто нам написать представление и от него разобрать но это будут следующие задания пока все